В настоящее время дела с испытаниями Асириса выглядят, мягко говоря, не очень хорошо. А ведь Банжи громко заявляли, что не хотят запускать ивент сырым. На старте испытаний, или даже до их начала, многие предвосхищали проблемы нового режима в игре. Говорили о проблемах, не решив которые, столь значимый PvP режим точно бы провалился. И как мы видим сейчас, всё ровно так и происходит. Как по протоптанной дорожке. Испытание Асириса теряет аудиторию невероятно быстро. Каждую неделю режим игнорирует всё большая и большая часть игроков. И вот на шестой неделе, на выходных, 17 апреля, мы скорее всего вынуждены говорить о почти 50% снижении количества игроков в Trails с момента его дебюта. На релизе в режим зашло порядка 380 тысяч игроков. На этих выходных, 200 тысяч игроков. Итак, почему это происходит? Разберём несколько факторов. А за основу данного текста взята статья на Forbes от Пола Тасси. Часть игроков уходит естественным образом. Если вы не особо хардкорный игрок, который просто хотел опробовать испытания, и вас там просто переехали катком раз, два, пять раз, вы в конце концов сдадитесь. Лучшее, что светит такому игроку в Василисе, брать 3 победы, сливать и снова брать 3 победы, фармя таким образом токены. Но токенов падает без специального билета ужасно мало. А с каждой недели они и вовсе пропадают из инвентаря. Контракты также слишком скудно награждают игрока. Так что по вполне очевидным причинам режим для новичков или не для фанатов ПВП не интересен и даже в какой-то степени раздражающий. Ладно, подумаешь новички, подумаешь какие-то там казуалы. Это сарказм, поскольку мы понимаем, что именно эти люди, основная масса игроков сейчас, куда большей проблемой становится то, что опытные игроки уходят. Ведь зайдя с друзьями в испытания, они обнаруживают, что первые несколько недель веселых забегов теперь окончены. И режим стал намного, намного сложнее, поскольку ушли многие из игроков с более низкими навыками. И турнир превратился не в усложняющийся по мере продвижения по билету череду перестрелок, а в потные и нервные 7 матчей. Кроме того, теперь все триумфы, броня и оружие стали доступны, включая титул безупречный. У многих высококлассных игроков нет буквально никаких оснований брать флоулес каждую неделю. Это не весело, это не награждает новым оружием, так зачем это делать? Как следствие растет еще и рынок абуза, что еще раз возвращает нас к проблеме средних и слабых игроков в Василисе не встретить. Ну и наконец, существуют проблемы, которые специфичны для ПК. Я как игрок, пришедший на ПК чуть больше полугода назад, ощущаю это каждый билет. Речь о ядерном коктейле из бесконечных кодов ошибок и читеров. И эти причины, пожалуй, главное объяснение тому, почему популяция Steam в испытаниях пропорционально едва ли не вдвое меньше, чем на Xbox или PlayStation 4. Банжи продолжают говорить нам о том, что они улучшают античит, но очевидно, это не так. Необходима работа с помощью более надежной, более эффективной системой, чем та, что в игре есть сейчас. Если эти ключевые вещи не будут исправлены, уйдут не только казуалы, уйдут кор игроки и уйдут, уже уходят, авторы контента, люди, что продают игру зрителям, потому что любят ее. Если обобщать, проблема заключается в том, что Банжи сделала довольно мало для решения любого из вышеперечисленных вопросов. Скорее всего они работают над защитой от читов и против жесткого дидос спама, просто громко об этом не заявляют по понятным причинам. Но другие проблемы, которые требуют кратковременных или долгосрочных, наоборот, исправлений, не сдвинулись с места ни на йоту. Каждую неделю мы ждем каких-то комментариев в ТВАП, и каждую неделю видим один и тот же ответ в разной формулировке. Нам потребуется время для разработки этих решений, и нам пока нечего анонсировать. Очевидным контрпунктом этих заявлений станет то, что по словам разработчиков, они работали над режимом очень долго и хотели сделать это правильно. Допустим. Но вернемся в начало. Большинство из этих проблем предполагались, и о них предупреждали еще до того, как появился режим. Все эти проблемы были, например, в компетах. Потому и вопрос, а насколько не сырым получился режим в глазах разработчиков? Как режим мог выглядеть еще более сырым? Я напомню вам об испытаниях 9. Тот заменитель испытаний Асириса, что был в игре в первом году. Его не полюбили тогда, но там было больше наград, там игроки, не владеющие супернавыками, все равно могли зарабатывать награды. Там было два разных сета и комплекта оружия. Два шейдера, несколько эмблем. В первой части у испытаний Асириса тоже было чему поучиться. Почему весь этот опыт был недостаточно учтен? Критикуешь – предлагай. Наиболее очевидное краткосрочное исправление, которое можно предложить, это понизить планку для менее опытных игроков, чтобы они могли хотя бы сдавать свои жетоны до окончания выходных. Измените порог сдачи с трех побед на одну победу. Кроме того, теперь полностью откройте пул добычи, когда все предметы доступны. Типа, как вы любите, потные игроки раскрыли сокровища майка, теперь вы можете получить их. Пусть у каждого будет доступ к набору всего снаряжения за токены. Что раз и навсегда сведет на нет концепцию фарма жетонов на первых матчах. Это краткосрочное исправление, которое может быть внедрено, не приложив много сил. Автомат Хардлайт тоже нуждается в корректировке. Когда какой-то экзот ломается в край, разрабы банят его в тот же день одной кнопкой. А потратить неделю и пофиксить один автомат? Нет автоматов, это хорошо. Опять-таки, учитывая аудиторию и онлайн игры. Но один экзот не должен заменять все. Просто значительное падение урона у рикошетчих пуль. Всё. А вот в долгосрочной перспективе нам нужны куда лучшие награды за флоуэлес. Они должны поощрять людей и заставлять их продолжать делать это еженедельно. Адепт оружия и снаряжения являются очевидным решением. И непонятно, как это можно было упустить. Конечно, это не добавить в одночасье. Однако, это всё в принципе должно было быть в режиме на старте. Это как раз те пункты, которые бы позволяли вам сделать всё правильно. Нельзя сказать, что Трайлс мёртв. Пока нет. Пока есть те, кто ходит туда хоть разок с выходные. Но катятся они вниз уверенно. И я вообще не удивлюсь, если в следующие пару сезонов испытания опять уберут для исправления. Только вот какие исправления будут реализованы? И какова будет ситуация с наградами? С кем разработчики советовались на этот счёт? Может позвать главных инфлюенсеров? Пвп-шеров? Стримеров? Ютюберов? И послушать, что они скажут? Напомню, что именно с саммитами с этими людьми получилось спасти игру во втором году. Очень-очень трудно поверить, что мы получим совершенно новый набор доспехов и оружия в следующем сезоне. Или даже тот, который последует за осенним дополнением. Складывается впечатление, что это превратится в новое железное знамя. И в лучшем случае мы будем видеть одно или два новых оружия, добавляемых в пул добычи за сезон. И добавление квеста на сезонное Трайлс оружие Сейнта 14. Я не уверен, что этого достоин такой режим. И чем меньше в режиме игроков, тем глубже усиливаются все эти проблемы. Это довольно опасная спираль. И к сожалению, испытание Сириса далеко не единственное и даже не главная проблема игры сейчас. Ещё предстоит проделать настолько огромную работу, работу над самым большим исправлением, которое мы видели со времён первого года Destiny 2. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк видео и поделиться им. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok